Роль влюбленного школьника из фильма «Вам и не снилось» стала для артиста пророческой. Он тоже умер рано, правда причина смерти Никиты Михайловского была более прозаичной, чем в кино. Сняться в фильме по повести Галины Щербаковой Никите предложили, когда он был девятиклассником, а дебют в кино состоялся у Михайловского совсем в юном возрасте. Он был маленьким пятилетним мальчиком, когда появился в эпизоде картины «Ночь на 14-й параллели». Мама, известная питерская модель, устроила сына в модельное агентство, работая в котором Никита научился не бояться камер и держаться во время съемок, довольно-таки естественно. Отчим Никиты Виктор Сергеев, которого в детские и юношеские годы Михайловский считал родным отцом, помог ему пробиться в кино, но от многочисленных предложений, поступавших Никите во время учебы в школе, парень отказывался, чтобы сосредоточиться на уроках, а не на съемках. Согласившись на роль Ромы Лавочкиной, Никита и не думал, что она во многом предопределит его биографию. Незадолго перед съемками, вам и не снилось, ему пришлось пережить семейную трагедию. А именно, умерла мама, и он сразу повзрослел, возможно, поэтому юному актеру удалось так драматично и глубоко сыграть своего героя. После выхода фильма на экран, у Михайловского появилось множество поклонниц, но он не обращал внимания на звонки и признание в любви. У Никиты была любимая девушка Настя Сарачан, на которой он вскоре и женился. Анастасия родила дочь Соню, но семейные отношения пары постепенно сошли на нет, супруги были слишком молоды и не готовы к взрослой жизни. Да еще и слава, обрушившаяся на Михайловского, разрушила этот брак. Никита, окруженный вниманием поклонниц, многим отвечал взаимностью, и одно из его увлечений закончилось с рождением внебрачного сына, но о нем, собственно, актер так никогда и не узнал. После развода Михайловский, увлекший живописью на одной из выставок, познакомился с художницей по костюмам Кати, в которой нашел близкого человека и родственные души. Они начали жить вместе, и в своей второй семье Никита обрел покой и тихую гавань. Он забыл обо всех шумных компаниях, вместе с женой занялся благотворительностью. Через 10 лет после начала семейной жизни с Катей, у Михайловского обнаружили лейкоз, и с этого момента началась его упорная борьба за жизнь. Он до последнего не переставал верить, что справится с тяжелой болезнью, а деньги на операцию по пересадке костного мозга собирали не только его родственники и друзья, но и все, кто знал данного талантливого актера. Когда здоровье еще позволяло, Никита брался за любую работу, и не только для того, чтобы заработать деньги на лечении, но и чтобы доказать себе и всем, что с ним все будет хорошо. Однако болезнь брала свою. Михайловский угасал на глазах, а перед смертью предложил жене обвенчаться. Никита умер чуть более чем через полмесяца после своего 27-летия и спустя год после того, как ему поставили роковой диагноз. Субтитры сделал DimaTorzok